Всем доброго дня! Это Гелиосар и Биология просто. Учебник биологии 8 класс, за авторством Сухоруковой, Кунченко и Цехмистренко. Подведем итоги главы. Мельчающие структурно-функциональные элементы организма – клетки. Они входят в состав тканей. В организме человека различают 4 типа тканей – эпителиальную, соединительную, мышечную, нервную. Ткани – компоненты органов. Органы, связанные в системные части организма. Согласованная деятельность разных органов и их систем обеспечивается нервной и гуморальной регуляцией. Основной механизм нервной регуляции – рефлекс. Гуморальная регуляция осуществляется с помощью биологически активных веществ, поступающих в кровь. Связующую роль в обеспечении целостности организма играет внутренняя среда, компоненты которой – кровь, лимфа, тканевая жидкость. Особую роль в поддержании внутренней среды организма играет иммунная система. Различают естественный и искусственный иммунитет. Для организма слабый иммунитет – фактор очень большого риска. Вопросы для обсуждения. Гормон роста оказывает влияние на работу рибосом. Какой процесс при этом стимулируется? Ну, из самого названия – гормон роста. Четко показывается, что стимулирует этот гормон рост. То есть, он стимулирует деление клеток очень активно и рост этих самых клеток. Но при всем при этом, при введении в организм гормона роста, а это можно сделать, стимулируется рост абсолютно всех клеток. Что иногда приводит к достаточно своеобразным результатам. Почему клетки могут функционировать только в жидкой среде? Потому что только в жидкой среде происходит обмен веществ. Клетка, именно содержащая жидкость, может обмениваться теми или иными веществами с внешней средой. Поэтому только в жидкой среде может работать полноценно внутренняя среда организма. Каковы последствия изменения постоянства внутренней среды организма? Достаточно тяжелые. Потому что именно благодаря постоянной внутренней среде организма, организм максимально эффективно функционирует. Если эти самые условия меняются, то эффективность организма резко снижается. Причем неважно, охлаждается организм или повышается. Это все ухудшает функцию организма. Максимально эффективный организм работает при температуре, например, от 36 до 37 градусов. Вообще-то идеальная температура 36,6 для организма. Вот при этих внутренних условиях организм максимально эффективно работает. Если что-то меняется, эффективность всего организма или каких-то отдельных органов мгновенно падает.